Привет, друзья! Ну что, у нас интересное сравнение оболочек. Почему интересное? Потому что многие говорят, Антон, ты не пользуешься Huawei, тебе нужно попользоваться MUI. Я ее знаю, но она сейчас обновилась у нас до 10-й их версии, и сегодня мы ее сравним с другим интересным гаджетом, их оболочкой, это Realme UI. Многие просили выпустить, Антон, отдельное видео про Realme UI, но, друзья, это невозможно сделать. Компания Realme просто-напросто, опа, забрала их Color S7 и перевела, как бы, сказала, что это Realme UI. Поэтому, если вы хотите подробно и отдельно узнать о Realme UI, то про Color S7 мы сняли уже отдельный видосик. Ну и ясное дело, в сегодняшнее сравнение мы хотим включить MIUI. MIUI 11 на 10-м андроиде, да, у нас, конечно, китайская версия, оговорочка по фрейду обязательно будет. Но 12-й MIUI, кстати, она переносится у нас на сентябрь месяц 2020 года, учитывая карантин, возможно, даже прям-таки к декабрю только ее запустят. И это сравнение не просто, знаете, по пунктам будем, мы будем выделять основные фишки. И вот если вы хотите купить или Huawei, или Realme, или Xiaomi, то вы просто-напросто сейчас увидите, что интересно есть в каждой из этих оболочек. И, друзья, помните, что мы разыгрываем сейчас Realme, условия конкурса очень простые, они все в описании. Ну и благодарим вас за ваши подписки, за то, что вы пользуетесь каналами Telegram. У нас классные каналы Telegram есть, где мы постим кучу всяких скидочек. Короче, давайте начинаем сравнение крутых оболочек. Ну и что, мы начнем с внешнего вида, ну, как бы, разблокировки смартфона. Ну, знаете, такой моментик, я заметил, что вот эти маркетинговые герцовки, они в большей степени направлены, чтобы анимации стали плавнее. Кстати, именно по этой причине, используя человек iPhone, он когда переходит на смартфон Android без хорошей герцовки, он говорит, что анимация плохая. Все дело в том, что, допустим, iOS, у них заточенность под плавность анимации, и именно эта герцовка сейчас в смартфонах добавляет плавности. И вот по поводу плавности анимации, MIUI, конечно, топ. Она красивая, кстати, не зря на iOS много чего берет, и MIUI 12 тоже там много фишек будет именно с iOS 13. У Realme OS при разблокировке по пальцу анимаций нет. Все молниеносно, наверное, точно так же, как и OnePlus, а все же одна и та же самая корпорация. А вот если разблокировать по лицу или по ролям, красивая анимация присутствует, и это мне немного непонятно, почему они так все разделяют. Ну а вот MIUI в Huawei при разблокировке по пальцу имеет очень странную, почти, знаете, такую незаметную анимацию, которой нет при разблокировке по лицу. Исключая более плавную смену обоев, чем обычный переход, за это MI-. И очень странно, кстати, почему производители не ставят акцент на момент разблокировки, потому что это первое, чем встречает вас оболочка. Ладно, давайте переходим теперь к рабочему столу. В Huawei у нас, друзья, к сожалению, скудные настроечки. Можно разве что поменять количество значков в ряду тип рабочего стола и анимация переключения между рабочими столами, что есть во всех Android-устройствах давным-давно. В Realme UI и MIUI настроек куда больше. В последней отдельно можно менять значки. Есть куча мелких настроек на рабочем столе, включая жесты открытия шторки. У Realme UI же настроек очень много. Значки можно персонализировать, скруглить и тонко настроить, сменить скорость анимации, из-за что огромный плюс этой оболочки от корпорации BBK. Переходим теперь к шторке уведомлений. И здесь начнем с Realme. И знаете, тут очень запутанная ситуация, потому что корпорация OPPO, а точнее Color AS, взяли кое-что One UI у Samsung. И Realme взяла идеи у Color AS и немного их доработала, и сделала очень, мне кажется, прикольную шторку уведомлений. Мне кажется, она одна из самых интересных на данный момент. Ну а вот у Huawei все кажется мультяшным и странным. Здесь опять-таки пролет от этих китайцев, хотя некоторым, может быть, это нравится, но меня при использовании этого смартфона это раздражает. Ну и переходим к самим настройкам. В Realme UI все прорисовано и сделано очень красиво и органично. Но MIUI, друзья, мне кажется, здесь вообще красавцы и лидеры, даже лучше, чем Realme UI. Они далеко шагнулись с времен MIUI 10 в отношении органичности и правильности прорисовки всех настроек. Ну а вот MIUI, возможно, вкусовщина, но сделана по-детски как-то. Эти ужасные значки, поиск по настройкам занимают уйму времени. Единственный плюс в этом беспорядке, это подсказка внизу а-ля OneUI, которая есть и, кстати, в MIUI. И по поводу настроечек. Все же MIUI, друзья, она берет пальму первенства за счет этих красивых описаний, да и сам шрифт мне тоже очень нравится. Вот почему эта оболочка заходит многим. Друзья, я надеюсь, вы не путаетесь в этих всех названиях. Realme UI, MUI, MIUI. Они, короче, конкурируют и между собой даже, видите, оболочки плюс-минус одинаково называют. Теперь переходим к фишкам. В этих оболочках и Realme здесь красавчики. У них здесь даже свой режим, ну как сказать, свой режим. Опа, они его позаимствовали. Аббревиатура, сейчас, извините, там очень сложная аббревиатура. Ой, ой, ой. О-С-И-Е. Это аналог HDR контента, который делает видео более ярким и контрастным. Но более интересная ситуация происходит, друзья, у нас в настройках звука. Тут каждый производитель заморочился. Меньше всего парились Realme. Они запихнули Dirac в смартфоны с Mediatek и Dolby Atmos в смартфоны с процессором Snapdragon. Но кастомизация, по сути говоря, есть только с Dirac. И для шарящих пользователей этого будет достаточно. Xiaomi и Huawei пошли дальше. Там можно выбрать тип или модель ваших наушников. Даже эквалайзер настроить. Все максимально подробно под каждого пользователя. Но справедливости ради хочу вам сказать, что все эти настройки, они нивелируются. Допустим, Huawei в том же P40 Lite звук ужасный. И он проигрывает бюджетному Realme 6, 6 Pro даже и также Xiaomi Redmi K30, который сейчас является подопытным кроликом в этом видео. Далее переходим к фишкам, которые интересуют многих. Клонирование приложений. Оно есть во всех конкурсантах сегодняшних. Но у Xiaomi можно клонировать почти все приложения. В то же время в Realme UI делать это можно только с некоторыми мессенджерами. У Huawei выбор еще куда скромнее. Это тоже недочет Huawei. Теперь переходим к игровому режиму. Я думаю, что многим это очень важно. И здесь каждый производитель пошел немного по разному пути. И, друзья, Huawei самый функциональный здесь. Конечно, если закрыть глаза на то, что в нашем экземпляре он реально зависает после того, как запускаешь игру. Но ладно, это оптимизация. Друзья, здесь есть поддержка геймпадов. В отдельном всплывающем окне можно открыть телеграмм или другой какой-то нужный мессенджер. Есть еще море настроек. В общем, этот игровой режим в Huawei создан специально для игроманов. Просто красавчик. В Xiaomi Game Center тоже нафарширован. Есть возможность запуска того же телеграмма в окне. И, в принципе, функций хватает. Точно так же, как и в Realme. Но, справедливости ради, телеграмм в Realme запустить нельзя. Только почему-то поддержка WhatsApp. Но, думаю, этот вопрос решается временем. Все же Realme UI очень молодая оболочка. И теперь затронем тему навигации по системе. Ведь, все же, вы пользуетесь смартфоном постоянно. И это очень важно. В Huawei и в Xiaomi жесты навигации допотопные. Нет возможности быстрого свайпа переключения между приложениями. Да и в целом настроек скудное количество. Realme UI же на фоне кажется невероятно удобной. Просто из-за элементарных тех же жестов. Но они, опять-таки, их позаимствовали с флагманских смартфонов OPPO. И я хочу сказать, что в MIUI 12 появится эта функция. И, кстати, в бета-версии некоторых 11 MIUI тоже есть возможность свайпа между приложениями. А теперь хочу затронуть момент. Скриншоты. Казалось бы, как бы незначительная вещь. Но я понимаю, что, допустим, скриншотами я использую в день, наверное, раз по 10, по 20. Чем-то с кем-то поделиться. Кому-то что-то отправить. И на данный момент скриншоты являются очень важной вещью. В MIUI, друзья, сделано все неудобно. Чтобы элементарно обрезать картинку, нужно сделать скриншот, зайти в него, нажать кнопочку редактировать, обрезать до нужного размера и отправить. В MIUI все реализовано чуть проще. Не нужно нажимать кнопку редактирования. Но Realme UI, друзья, она многое чего, опять-таки, взяла в ColorOS 7. И чтобы сделать скриншот, просто вы зажимаете тремя пальцами на нужный участок в экране. И выделяете область, которую вы хотите заснять. Все, скриншот готов. Отправляете быстро, делитесь им. Просто красавцы. Ну и длинные скриншоты делаются одинаково удобно в Xiaomi и в Realme. И теперь давайте поговорим о записи дисплея. В Huawei эту функцию, к сожалению, нельзя настроить. Только постфактум. Но в настройках можно хоть элементарно кадрировать. В Realme и в MIUI такого нет. Хотя у них есть куча настроек по записи видео. Но, опять-таки, кадрировать невозможно. И это неудобно. И здесь вы можете сказать, так можно скачать другое приложение. Друзья, мы разбираем оболочки и их фишки. Не прикасаемся к каким-то любым другим приложениям. Все должно быть в сток. И теперь давайте поговорим о камере. Мы как бы не застрягиваем зачастую это приложение. Но в Huawei, друзья, ну я не знаю, какая-то беда. HDR выведен в отдельный пункт меню. Неудобно. Нужно, чтобы на экране это было. Зуммирование находится сбоку. Тоже до жути неудобно и непривычно. У Realme же главные пункты выведены вниз. Редко используемые пункты находятся в меню. И еще, в этой оболочке удобно передвигаться между ними. Удобнее, чем даже на Xiaomi. Ну и отдельно хочется выделить фишки, которые уникальны для каждой оболочки. В MIUI есть второе пространство, как и детский режим. По крайней мере, в китайской версии MIUI. Вы также можете записывать звонки, но справедливости ради, на некоторых смартфонах эта функция пропала. В некоторых она еще остается. Но серьезная болячка MIUI, а точнее это ее фишка, в том, что во многих смартфонах она жутко недопилена. Возможно, даже смартфон может быть больше года на рынке, но у нее будут детские болячки, детские баги, которые никаким образом не фиксятся. Если вы пользователь MIUI, пожалуйста, напишите, с какими проблемами вы встречаетесь. Потому что тогда будет больше всего комментариев. Так, теперь фишки Realme UI. Здесь двойная трансляция аудиоконтента, как через Bluetooth, так и проводные наушники. Одновременно это можно делать. Есть также боковая панель, она наподобие Edge в Samsung. Ну и также есть жесты на заблокированном экране. Это очень удобно, я этим пользовался всегда в том же OnePlus. Но главная фишка, как по мне, в Realme US, во-первых, это свежая оболочка. Она вот только у нас сейчас стартовала, только вышла. И что самое главное, они, по сути говоря, на 85% скопировали ColorOS 7. Флагманскую оболочку компании Oppo, которая имеет огромнейшее количество денег и вливает очень часто в разработку программного обеспечения. И что самое интересное, новые смартфоны, которые у нас сейчас есть от Realme на глобальном рынке, в них меньше всего багов. Но недостаток в этой оболочке есть, вот почему-то у нас сейчас нету тем. Почему так, возможно, потом добавят, но на апрель 2020 года тем нет. Если говорить о каких-то фишках в Huawei, друзья, здесь все сложно. Сложно по той причине, что, в принципе, мы в прошлых пунктах перечислили. Там со звуком есть моментики. Ну, как бы, нет того, что можно было бы выделить на фоне MIUI и Realme UI. Хотя вот такой моментик, когда вы поворачиваете экран, он красивая такая анимация есть. Я не знаю, может быть, это фишкой, но мне показалось MUI очень пустой. Опять-таки, мультяшной, и я не увидел там чего-то особенного, о чем мне очень часто кричат в комментариях. Попробуй. Ведь даже элементарно, автояркость, это, блин, это проблема двух- или трехлетней давности. Автояркость находится в настройках. Вы скажете, в iOS тоже самое, но там она просто идеально работает. Здесь проблемы могут возникать. В Android автояркость должна быть вынесена в шторку, обязательно. Ну и не забывайте, друзья, что покупая Huawei и пользуясь One UI, вы не будете использовать Google сервисов. У вас не будет автозаполнения и тому подобное. Но про это мы сняли, по сути говоря, отдельное видео. Я не хочу к этой теме прикасаться. Но с MUI вы будете очень сильно ограничены, если вы зависите от Google сервисов. Google Pay, Google Play, Google Фото и так далее. Здесь, в этой оболочке, этого нет. Хотя одна фишка, в принципе, есть в MUI, это возможность изменить разрешение дисплея. Но шарящие поймут, что это в большей степени сделано, чтобы в играх не лагало. Ведь оптимизация по какой-то непонятной для меня причине в Huawei, о которой кричали многие мне в комментариях, что там супер оптимизированная оболочка, она на ужасном уровне. И мне это необъяснимо, ведь Huawei берет очень большие деньги даже за свои флагманы. Я вспоминаю тот же Mate 20 Pro, который у меня был на обзоре. Там были недопереведены некоторые пункты меню. Вот, в принципе, это все и прослеживается в оболочке от Huawei. MIUI красавцы, молодцы, очень красиво все. Но жесткие проблемы на старте продаж во многих смартфонах пугают немного. Realme UI красавцы тоже, хорошо все, но вот это их копирование OPPO не дает никакой индивидуальности. Хотя из этого выходит и большой плюс. По сути говоря, покупая Realme, вы пользуетесь оболочкой от компании OPPO. Все, большое спасибо вам за просмотр. С вас палец вверх, бегом в комментарии и надеваем маски. Пока.